К другим темам. После недельного шторма на валютном рынке наступило относительное спокойствие. Тенге взял курс на укрепление. Сегодня нацвалюта отыграла у доллара сразу три позиции и тем самым закрепилась на 322. Усиление нашей валюты связано с ростом цен на энергоносители. Нефть уверенно торгуется выше 46 долларов за баррель. Стоит ли снова ожидать ослабления тенге или он продолжит укрепляться, узнавал Нургали Карабаев. Нефть снова на подъеме. Баррель черного золота сегодня продается по 46,5 долларов. Хотя меньше недели назад он опускался ниже 45, чем собственно и уронил валюты стран с сырьевой экономикой. По данным аналитиков, причины укрепления кроются в Америке. В ожидании сокращения запасов нефти в США трейдеры стали закупать черное золото. К тому же сезон отпусков должен повысить спрос на топливо. Сегодня и завтра выходят обновленные данные по запасам нефти. Как раз сегодня публикует Американский институт нефти. Завтра Минэнерго в США. Поэтому в ближайшие полтора суток будут очень насыщенные информации для сырьевого рынка. Я думаю, что торговый диапазон сохранится в циклочном. Это 45 долларов, 47 долларов. Дальше будем смотреть на отчеты. Но значительного удорожания нефти в ближайшие пару недель эксперты не ожидают. Перенасыщенность рынка сохраняется. Но этих изменений хватило, чтобы тенге начал двигаться вверх. Если пару дней назад он стоил 328 за доллар в обменниках, то сегодня американец стал дешевле сразу на 5 тенге. И очевидно, это не предел. У тенге есть все шансы укрепиться дальше? Да. Если мы сохранимся ниже уровня 327. Следующий уровень, который будет протестирован, скорее всего, это 320. Если ходим ниже 320, то это значит, что это движение было коррекционным на волне вот этого тренда укрепления. Ну и, соответственно, он продолжится. Вот тем, кто все-таки хочет заработать на валютных колебаниях, эксперты не советуют бегать по обменникам. Можно прогореть на изменчивости рынка. Все-таки много факторов, которые не могут спрогнозировать даже специалисты. Одна хорошая или плохая новость может раскачать нефть как в одну, так и в другую сторону. Поэтому аналитики рекомендуют переждать валютные колебания и не спешить скупать доллары. Нургали Карабаев, Дания Жусупов, Информбюро, Алматы.